День Апостола 11 глава, стих 23. Итак, здесь слово говорится о том, что после Стефана началось великое гонение. Так что верующие рассеялись. Это было великое гонение. Это не было точечное какое-то гонение на одного, двух, на три семьи. Это было великое гонение в Иерусалиме. Так что верующие рассеялись все, кроме апостолов. Апостолы понимали, они должны оставаться там до конца. Рассеялись по городам Иудеи и Самарии. И некоторые дошли до Финикии, до Кипра и Антиохии. И никому не проповедовали слово, кроме иудеев. Будучи иудеями, они проповедовали только иудеям. Но были некоторые из них киприяне, то есть те, которые вышли из Кипра. Которые икоринейцы, которые пришли в Антиохию и говорили еленам, то есть грекам еленам из Эллады. Они говорили им слово, благовествия, слово Господне, Господа Иисуса Христа. И была с ними рука Господня, то есть Божья рука действовала. Бог, очевидно, совершал какие-то знамения или какие-то дела. И великое число уверовав обратилось к Господу. Дошел об этом слух до первой или до церкви в Иерусалиме. И поручили Варнаве идти в Антиохию. То есть это было уникальным, это было необычным. Как это так, что язычники, елены приняли Господа, и там рука Божия, там действует Бог. И он прибыл и увидел благодать Божью. Он увидел благодать, он не просто увидел просто людей, он увидел благодать действующую, научающую, спасение. Благодатью мы спасены через веру. И убеждал всех, убеждал всех держаться Господа. Тема проповеди продолжения – держаться Господа, держаться веры. Он убеждал держаться Господа искренним сердцем. Почему он убеждал их держаться? Потому что они могли усомниться, они могли получить весть от братьев иудеев, что вы язычники, вам спасение не принадлежит. То есть это была бы ложная весть. Могла бы прийти весть, говорящая о том, что вы не дети Авраама, вы не исполнили закон, вы не заключили завет с Богом. То есть то, что и делали, в принципе, иудеи, верующие иудеи, по незнанию, по неведению, они делали, и они сделали это, принесли в церкви, в галаты, в галатийские церкви. Они сказали такую весть и смутили их сердца. Смутили сердца, и поэтому Павел написал о послании, что поскольку вышедшие из нас, и апостолы писали, поколебали ваши сердца. То есть принесли колебания. А именно Варнава пришел и сказал им держаться, держаться Господа искренним сердцем. Сатана хочет прийти в твою жизнь, и он хочет сказать тебе, ты недостоин. Мы сегодня понимаем, что мы все язычники, и мы не так уже чувствуем такой разницы, потому что мы принято во всем мире, верят в разных народах. Но тогда это был важный вопрос. Ты язычник или ты иудей? Ты дитя Авраама из иудейского народа, или мы дети хананейских и прочих народов? И это могло поколебать сердца людей, потому что язычники имели свой греховный, страшный уклад жизни. Тот уклад жизни, за который Господь изгнал их с земли обетованной, и даже дал право Израилю наказывать их, уничтожать их, как бы Божьим судом через Израиль, изгоняя их. Это было в Ветхом Завете. Но в Новом Завете Бог ради Иисуса, что Иисус за всех умер, за всех пролил кровь, Он послал благую весть, и даже мертвым послал благую весть, которые умерли до потопа, во время потопа, чтобы они послушали весть и имели шанс поверить, что пришел Спаситель на землю. Потому что у них не было закона, не было Моисея, и Господь решил восполнить справедливость, и Он послал Иисуса в преисподние места земли. Петр об этом пишет, чтобы Он там благовествовал. И Господь сказал об этом, что Он Господь небесных, земных и преисподних. Слава Господу! Аминь! Он справедливый! Дадим Ему великую-великую славу! Аллилуйя! Аллилуйя! Итак, когда Варнава пришел, это был для них важнейший момент. Вот такой момент, как для тебя. Простил ли тебя Бог? Любит ли Он тебя? Принадлежишь ли ты Его Царству? Потому что, может быть, твоя прежняя жизнь, ошибки, согрешения, или просто неверие, любовь Бога могла поколебать тебя. И вот здесь необходимо, качество веры называется держаться. Держаться. В мире принято говорить кому-то иногда, держись. Но правильнее сказать, держись за Господа. Потому что человек не может держаться сам за себя. Он не может держаться за воздух. Он не может держаться в космосе. Я не говорю о невесомости. В смысле он не может просто так. Когда он находится в земной орбите притяжения, в законах притяжения, он будет притягиваться к земле, он будет падать. Но Господь говорит нам о том, что мы можем держаться. И мы должны держаться. Держаться, согласно словаря, это значит сохранять положение, сохраняющее положение, способность ухватиться или даже уцепиться. Это сохраняющее положение. И в Римлянам в 11 главе сказано, что они, то есть иудеи, отсеклись неверием, а ты держишься верой. И Бог предупреждает, не хвались, но бойся. Ты держишься благодаря вере. Итак, вера имеет такое качество, способна держаться. Держаться. Держаться правильного курса. Есть физическая хватка. Бог дал нам такие руки, пальцы. Человек может висеть определенное время на ветке, на каких-то металлических тренажерах. Он может подтягиваться, он может забраться на высоту, он может ухватиться. Есть такая способность у человека. И Бог говорит о духовной хватке, о духовном удерживании, потому что мы, именно мы ответственны в своей вере за то, что мы удерживаем и храним. Вот в книге Откровения говорится, держи, что имеешь. То есть удерживай. Держи, что имеешь. Это свойство веры. Как важно держать помазание в церкви. Как важно держать прославление, удержать поклонение и хвалу. То есть никогда не сойти в что-то душевное, не сойти в что-то, не замолчать, не перестать петь что-то такое плотское или человеческое. Не перейти на свои авторские вымыслы, но держаться хвалы и славы Господу. Слышать от Бога и петь для Бога. Держать, удерживать. Это воля Господа. Итак, Господь сказал, что держи, что имеешь. Апостол Павел сказал, что мы спасаемся, если мы удерживаем то, что Он нам преподал. 1 Коринфянам 15 глава. Он говорит, я возвещаю, напоминаю вам Евангелие, которое я благовествовал, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете. Очень важно удержать помазание. Многие задавались этим вопросом. Как важно удержать силу. Не только получить, удержать ее. Да, именно так. Удержать помазание, не растерять ее. Один из великих страхов, который может быть в нашей жизни, если мы имеем присутствие помазания, и как Духа Святого или Дар Святого Духа, это страх потерять. Мы слышали от юности, как некоторые потеряли силу. Господь сказал, если соль потеряет силу, то она ни к чему не годна. Чем ее сделаешь соленой? Чем можно размешать ее, чтобы соль опять стала соленой? Если соль потеряет силу, она ни к чему не годна. Разве выбросить вон на попрание людям? А Иисус говорил выше, вы соль земли. Если соль потеряет силу, чем ее сделаешь соленой? Она ни к чему не годна. церковь. Мы, христиане, призваны удержать, сохранить, сохранить силу, сохранить дары Святого Духа, сохранить любовь. Бог сказал через Павла Тимофею, 2 Тимофею, 2 глава, 22 стих, юношеских пахотей убегай, а держись правды, то есть праведности, держись веры, держись любви и мира, со всеми призывающими Господа чистого сердца. Павел говорит, если вы преподанное удерживаете. Наша цель удержать, не отпустить Господа. Вспомним учеников, когда они шли в Эмаус, когда Иисус воскрес, они не знали. Они все еще были полны траура, они были полны скорби, они шли и рассуждали между собой, они жили в неведении, в незнании, и они были в неверии, потому что они уже слышали, а потому что они сказали, женщины изумили нас. Изумили нас. То есть они изумились, но они не верили в это, что Иисус жив. И вот когда Господь открылся им, Он по пути шел рядом, и Он говорит, вы о чем рассуждаете? Ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь, о чем он спрашивает. То есть они давали понять, что мы говорим только об одном, что было в эти дни. О чем? О бы Иисусе не зазареть. Он был великий в слове и в деле. Но вот уже третий день, как все случилось. Его убили. И Он начал им говорить, вы несмысленные, вы медлительные, чтобы верить тому, что предсказывали пророки. И Он начал им объяснять. И когда Он открыл Сим, они удерживали Его. Они удерживали Его. Иисус давал вид, что хочет идти дальше, но они удерживали. Он еще, простите, не открылся им, просто Он говорил Слово. Их сердце горело. И Он показал вид, что хочет идти дальше. Они сказали, нет, останься с нами, и день уже склонился к вечеру. И Он остался, и Он преломил хлеб. И они узнали, что это Он. Они удерживали Его. Ты чувствуешь Бога, может быть, неясно видишь, неясно, но ты чувствуешь что-то хорошее. Сердце начинает гореть. Удерживай Его, чтобы Он остался дольше. Удерживай Господа, чтобы Он преломил свой хлеб тебе. Спрашивай Его, говори Его. Я шел из богослужения в среду, и местописания стали другие приходить на эту тему, удерживать Господа. Поэтому я понял, что Господь, наверное, хочет сказать что-то больше. И я хочу удержать это. Очень важно удержать Слово. Сохранить Слово. Помните, царь видел в Новходоносове сновидение, но Слово ушло, Он не удержал Его. И Он говорит, Слово отступило от Меня. Он искал откровение. Кто бы мог сказать, он знал точно, что это что-то важное, он знал точно, что это откровение от Бога, но он не мог вспомнить. Он позвал тайновецов, гадателей, но никто не мог помочь. И тогда Бог, Он сказал через Даниила. Он говорит, я знаю Бога, который открывает тайны. И Бог ему сказал точно такое откровение. У Бога есть знамения два или три. Бывают одинаковые вещи, которые Бог говорит разным людям. Это как знамение. Один дух. Одно сердце. И поэтому Бог хочет, чтобы мы удержали Слово. Если вы удерживаете то, что вам преподано, то вы спасаетесь этим Словом. Нам нужно удержать Слово спасения. Шлем спасения это нечто, что удерживается, что нужно хранить на своей голове, верить, уповать, держать свое спасение. Это наш шлем. Лава Господу. И поэтому Слово говорит нам, чтобы мы держались, именно держались Господа искренним сердцем. Напомню, Псалом 36, стих 34. Те, кто из нас не могли быть в среду, я хочу напомнить, написано, уповай на Господа и держись пути Его. Это держаться правильного курса. Это не то, что мы держимся физически, но это уже духовное значение. Держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю. А когда будут истребляемы нечестивые, ты увидишь. Так написано в Псалом 36, стих 34. Он вознесет тебя, держись пути Его, и Господь говорит в Писаниях, чтобы не уклонялся человек ни направо, ни налево. Что же за путь? Это путь истины, это путь слова. Книга закона не отходит от уст твоих, но упущайся в ней день и ночь, чтобы в точности исполнять, что в ней написано. И Господь говорил о законе, не уклоняйся ни направо, не уклоняйся налево, то есть держись пути Его, и Он вознесет тебя. Много путей есть. Есть много путей, которые кажутся людям прямыми, но конец их путь к смерти. Много путей. И Господь сказал, есть широкий путь, Он очень широкий. И многие идут этим путем, но Он идет в погибель. Широки врата, пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Узкие врата, узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Царство Божье силою берется, прилагающие усилия восхищают Его. Сокровище, драгоценность. То, что Бог нам открыл, это дороже. Я читал в притчах вчера, там говорится, что мудрость говорит, пользуй от меня больше, чем от серебра. Береги меня, а не серебро. Храни меня, а не золото. Бог говорит, потому что Божья мудрость, она укажет нам путь спасения. Дух премудрости откровения, Он покажет нам, что высота, широта, глубина и долгота. Дух премудрости, Ефесянам 1, 16-17, Он укажет нам, какое богатство славы во Христе, какое безмерное могущество Его силы, какое призвание нашего Христа. То есть, Бог сделает так много. Мудрость. Бог говорит, храни меня, а не серебро. То есть, ибо я лучше золота. И поэтому, Божье Слово, Божественная Сила, это то, что мы должны держать, хранить. Больше всего хранимого, храни сердце твое. От него источники жизни. Вот в этом сердце, держи это, держи это, это источник жизни твоей. Держи Божье сердце, держи благословение Духа Святого. Вот что хочет нам сказать Господь. Возможно, кто-то из нас отпускает что-то в своей жизни. Может быть, вы готовы отпустить свое служение. Может быть, вы готовы смириться неправильным смирением перед бытом, перед обыденностью, перед обычной жизнью, перед заботой. Дитя, детки, заботы, семья. Может быть, вы готовы отпустить драгоценное служение, которое Бог дал вам. Он призвал вас. Держите это. Держи то, что ты имеешь. И Бог говорит, кому дано, тому еще будет дано и умножиться. Дары будут умножаться, давайте скажем, с верой аминь. Библия говорит, умножится знание в последние дни. Это значит, Бог будет говорить. Бог будет умножать откровения. Аллилуйя. Бог будет вразумлять слава Господу. Я не говорю о земном знании. Да, оно умножается, но оно не спасает. Божье Слово, оно спасает. Итак, я напоминаю, вы, напоминаю вам Евангелие, в котором вы утвердились, которое приняли, которым спасаете, если преподаны, удерживаете. Итак, ответственность за удерживание, благословение, это на нас. Ученики удержали Господа, и поэтому Он остался, Он мог бы пройти мимо. Слава Господу. Первое послание Титу 1.9. Держись истинного слова. Держись истинного слова, согласного с учением, чтобы ты был силен наставлять в здравом учении и противящихся обличать. Держись истинного слова, согласного, то есть имеющего единство с учением. Это характер. Держись слова. Держись Господа искренним сердцем. Сатана хочет оторвать тебя, отделить тебя от церкви, отделить тебя от Христа, отделить тебя от головы, не принимая это. Не принимая это. Библия говорит, чтобы мы держались главы, держались Иисуса, от которой все тело слагается в храм Господе, возрастает. Чтобы мы держались главы. Колоссянам 2.19. То есть Иисус – это глава. Мы – тело. И Бог хочет, чтобы мы держались главы, слушались нашего Господа. И я хочу сказать еще нечто важное, что Господь сказал мне по дороге домой, когда вот я в среду ехал. Это слово из послания евреям. Десятая глава и четвертая глава. Бог хочет, чтобы мы держались исповедание упования. Неуклонно. Римлянам, простите, евреям 10.23. Будем держаться исповедания упования. Есть исповедание грехов. И человек исповедует пред Господом. И он говорит, Господь, я каюсь, прости меня. 31-й псалом написано, я исповедал Господу преступления мои, и Он снял с меня вину греха моего. Есть то, что ты исповедуешь перед людьми. И иногда тебе хочется с кем-то поделиться. Библия говорит, исповедуйтесь друг перед другом в проступках. Молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Это исповедание, то есть говорить соответственно со своим греховным состоянием. Но существует исповедание веры. И поэтому есть слово вера, исповедание. Бог хочет, чтобы мы бросили грех, оставили грех и начали исповедовать благость Господа. Благую весть. И написано, будем держаться, держаться. Скажем, держаться. Это значит иметь сохраняющее положение. Ухватиться, держаться. Исповедание упования. Упование, это значит вера. 39-й псалом говорит, твердо я уповал на Господа, и Он преклонился ко мне. Он держался твердо, твердо уповал, и Он извлек меня из страшного рва. Он извлек меня из тенистого болота. Он поставил на камни ноги мои. Он вложил в устамые новые песни, хвалу Богу нашему. Ух, слушай, это кроткие, и возвеселятся, скажем, слава Господу. Аминь. Твердо уповал, и Он преклонился. У упования есть исповедание, то есть есть слова. Эти слова звучат примерно так. Давид говорил, Господь, упование мое. Иезекия говорил, Господь мое упование. И она Господа возложила упование. Он говорил, Господь моя скала, Господь моя сила. То есть это упование на Господа. Исповедание упования. То есть не то, что я удержусь, я пройду. Бог говорит, кто думает, что Он стоит, берегись, чтобы не упасть. Но человек говорит, Бог моя скала, Он моя опора, Он мой щит. Это исповедание упования. И об этом говорит апостол Павел в Новом Завете. Он говорит Римлянам 15, что мы смело говорим. И евреям 15 говорит, мы смело говорим, то есть исповедуем, Господь мне помощник, что сделает человек. То есть имейте характер не сребролюбивый, довольствуй с тем, что есть. Ибо Сам сказал, не оставлю тебя, не покину тебя. Поэтому мы смело говорим, что это? Мы смело говорим, Господь мне помощник. Это исповедание упования. Аминь. Господь спас меня. Это исповедание упования нашего. Иисус мой Господь. И Слово говорит Римлянам 10, 9. Всякий, кто исповедует Иисуса Господом, спасется. Кто назовет Его своим Господином, кто скажет, Иисус, вот мой Господь, вот мой Бог, Иисус теперь мой Господь. Ни алкоголь, ни наркотики, ни какие-то таблетки. Некоторые ищут компромисс. Вроде бы ни наркотики, вместе с тем наркотические таблетки. Это от сатаны. Антидепрессанты. Всякие одурманивающие, расслабляющие человека сознание от сатаны. Библия говорит, Иисус мой Господь. Аминь. Всякий, кто исповедует Иисуса Господом, кто говорит, все, теперь мой Господин, мой руководитель, это Иисус. Иисус, Он спасется. Потому что сердцем верят к праведности, устами исповедуют ко спасению. Павел говорит, будем твердо держаться исповедания, упования. Что мы исповедуем? Что мы говорим? Мы говорим о нуждах, мы говорим о проблемах. Да, это бывает. Но нам нужно обязательно закончить упование, мы веры. Мы можем открыть Богу и сказать, как Давид сказал когда-то, «Я обеден нищ, но Господь поддерживает меня». Аминь. Он говорит, что в каждом псалме можно найти что-то позитивное. Он не говорит в псалм, что мне трудно, и я погибну, и точка. Нет. Всегда в псалмах есть что-то, как бы контраст. Он жалуется Богу и говорит о победе. Упование – это исповедание веры. И Бог говорит тебе и мне, чтобы мы исповедовали Иисуса своим Господом, чтобы мы исповедовали упование на Бога. И это важная часть нашей веры, чтобы мы говорили, соответственно, то есть позитивно. Да, говорили положительно. Все равно, как бы ни было трудно, но сказали слова, которые сказал Иов, «А я знаю, Искупитель мой жив». «Я знаю, Искупитель мой жив». Эта вера поднимает наш дух, потому что сказано «верен обещавший». То есть, если мы сохраняем наше исповедание веры, если мы верим в исцеление, верим в помощь Господа, то Бог будет верен, верен обещавший. Если бы Авраам сказал, «Я не получу чудо, я не получу этого ребенка», если бы Авраам сказал, «Все, уже слишком поздно, все, я устал ожидать», но он не поколебался, если бы он так говорил, он не получил бы, но он получил по вере. Итак, Господь говорит, держись, будем держаться, исповедание, упование неуклонно, то есть это неуклонный курс, верить, ибо верен обещавший. А в 4 главе Евреям 4, 14 говорится, чтобы мы твердо держались исповедания нашего. Твердо держались. То есть твердо верили, что Господь наш, наш Спаситель, что Он ходатайствует за нас, твердо держались исповедания нашего. Прочитаем это, Евреям 4, 14. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божий, будем твердо держаться исповедания нашего». Бог берет наши слова, Иисус берет наши слова и передает Богу Отцу. Он – первосвященник того, что мы исповедуем. В Ветхом Завете народ приносил животных и приносил кровь. И вот эту кровь первосвященник вносил во святое святых. Теперь Иисус берет наши слова, веры и отдает Богу Отцу. Он посредник между Богом и человеком. Что мы исповедуем? Если мы исповедуем страх, это будет разрушать нас. Что мы исповедуем? Исповедуем поражение. Это будет нас давить еще сильнее. Бог предлагает нам говорить, исповедовать веру. И иногда это трудно, очень тяжело, но нужно. Нужно упование свое выражать и говорить. Иисус сказал еще нечто об исповедании. Что мы должны исповедовать? Господа своего. Кто исповедует меня пред людьми. Всякий, кто исповедует меня пред людьми. Того Отец или Бог пред Ангелами Божьими исповедует. Матфея 10, 12 и Луки 12, 8. Мы на днях читали как раз с детками утром. Луки 12, 8. Здесь сказано так. Сказываю вам, всякого, кто исповедует меня перед человеками. Всякого. Это значит каждого женщину, мужчину, каждую женщину. Каждого ребенка, кто бы ни был. Всякий, кто исповедует меня перед людьми. И Сын Человеческий исповедует перед Ангелами Божьими. А кто отвергнется меня перед человеками, тот отвержен будет перед Ангелами Божьими. Поведание Господа важно и для окружающих. Чтобы мы говорили о Нем. Чтобы мы исповедовали. Чтобы мы не отрекались. Помните, Иисус был перед Пилатом. Он не отрекся. Он сказал, ты сказал это. Он говорит, итак, ты царь Иудейский, ты царь Израилев. Он сказал, мое царство не от мира сего. И Господь исповедовал, написано, и не отрекся. Исповедовал доброе исповедание перед многими свидетелями. Написано об этом. А Тимофея исповедовал доброе исповедание. Друзья, будьте свидетелями. Будем оставаться исповедующими Христа. Подойти на улицы. Подать приглашение на евангелизацию. Пригласить на Рождество. Исповедовать Христа. Кротко, смиренно. Ну, вероисповедовать Его. Проявлять окружающим. Это имеет значение. И Господь сказал, того Бог исповедует перед людьми. То есть Он упоминает и Он благословит. Будем держаться истинного слова Титу 1.9. Будем держаться Господа искренним сердцем. Искренним сердцем держаться. Не отпускать. Не сомневаться. Хотя мы из язычников. Хотя мы извлечены из страшного болота. Но мы будем держаться. Как говорил, учил в Антиохе Варнава. Держаться веры. Не оставляйте веру. Не оставляйте ее только для других людей. Будьте мужами веры. Будьте человеком веры. Человеком любви. Человеком мира. Поэтому, дорогие, есть вещи, которые мы читаем и еще больше. И которые мы слышим сегодня и еще больше этого. Которые Бог хочет, чтобы мы хранили. Держали. И это все в тебе и во мне. Я заканчиваю мою проповедь. И последнее хочу сказать, что говорил в среду 1 Тимофея 6.12. Держись в вечной жизни. Бог не сказал нам держаться за земное. Даже держаться за эту жизнь. Держаться за вечность. За Господа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok